Здравствуйте! В эфире рубрика интервью. Я Дмитрий Хроменков. Вот уже несколько лет в Хакасии действует Центр поддержки предпринимательства. Как осуществляется его работа и в чем заключается помощь бизнесменам? Об этом мы поговорили с гостем нашей студии, руководителем Центра Екатериной Эклер. Екатерина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Екатерина Александровна, расскажите, как работает Центр, как много людей уже к вам обратилось? Центр поддержки предпринимательства основан в феврале 2018 года. И за этот срок работы к нам обратилось более 21 тысячи предпринимателей. Центром проведено более 800 обучающих мероприятий. И данные мероприятия пользуются большим спросом и успехом у наших предпринимателей. В чем заключается работа Центра? Как конкретно вы помогаете предпринимателям и бизнесменам? Наш Центр регистрирует предпринимателей, консультирует предпринимателей. Мы работаем от самого начала. То есть предприниматель к нам приходит, мы можем предложить ему на выбор ту или иную систему налогообложения, предложить ему на выбор АКВЭДы, подобрать ему его направление, направить его и быть тем единым окном для регистрации предпринимателя. В нашем центре регистрируются предприниматели в партнерстве с Сбербанком. И предприниматели, регистрируясь у нас, не оплачивают государственную пошлину, не ходят в органы ФНС. Все в режиме одного окна. Они один раз к нам пришли, мы зарегистрировали предпринимателя, и он появляется в реестре. Соответственно, данное появление в реестре позволяет предпринимателю получать услуги, которые предоставляет наш Центр. Что это значит? Услуги разноплановые. Большой популярностью, конечно же, пользуются те услуги, которые продвигают бизнес, продвигают услуги, товары наших предпринимателей. Это, конечно же, реклама. Мы оказываем услуги рекламы любого характера. Это от печати легкой полиграфической продукции, визитки, буклеты, листовки до выхода видеоролика предпринимателя на ТВ, аудиоролика на радио. Мы продвигаем наших предпринимателей посредством предоставления услуг по созданию фирменного стиля. Что это значит? Мы можем предпринимателю отрисовать его логотип, будь это графическое, буквенное, цифровое изображение. Создадим палитру цветов. Все это упакуем в логобук для дальнейшего использования. Это помогает предпринимателям не тратить много времени для того, чтобы отрисовать свои логотипы на баннерной продукции, на сувенирной продукции и так далее. И у вас будет собственный логотип. Вы будете выделяться на рынке и узнаваемы у ваших потребителей. Соответственно, создание фирменного стиля ложится в услугу регистрации товарного знака. Регистрация товарного знака. Мы зарегистрируем вам лично ваш товарный знак. И вы будете являться его собственником. И никто более не может претендовать. Это будет закреплено законодательно, потому что мы регистрируем знак в Роспатенте. Судя по услугам, которые оказывает центр, складывается впечатление, что у вас работают просто десятки, если не сотни сотрудников, потому что всем успеть помочь. Так ли это или нет? Сколько трудится в центре вообще человек? В центре поддержки предпринимательства три специалиста и я руководитель. Всего четыре человека. Как вы успеваете? Стараемся. Стараемся, успеваем, потому что наша работа приносит нам удовольствие. Мы любим свою работу. Помимо того, что вы помогаете предпринимателям оформить ИП, чтобы сделать узнаваемый бренд, масштабировать бизнес, вы также дополнительно для предпринимателей проводите всевозможные ивенты, интенсивы, бизнесы, тренинги. 14 июня, насколько я знаю, у вас проходил большой первый бизнес-интенсив, который проходил в Усть-Абакане. Открытая площадка, приехали спикеры, как я понимаю, федерального уровня, приехали предприниматели большое количество. Для чего был подготовлен тот бизнес-интенсив, какую пользу он несет и как вообще прошло само мероприятие? Да, мы впервые провели такой большой интенсив, выездной интенсив, что немаловажно. Конечно же, интенсив был направлен на то, что наши предприниматели и, в принципе, не только предприниматели, а все организации испытывают кадровый голод. И, конечно же, сейчас поколение наших сотрудников, оно меняется. И нужно каждому руководителю, каждому работодателю научиться работать с этими сотрудниками. Интенсив, конечно же, был направлен на то, чтобы научиться и прокачать свои навыки работы с персоналом. Первый блок интенсива так и назывался «Мышление персонала» или «Где у них кнопка» для того, чтобы разобраться с мышлением сотрудников, как они относятся к своему делу, за какую идею либо только за зарплату работают сотрудники. Это все было очень важно, конечно же. Но еще цель, которую мы преследовали, проводя этот интенсив на свежем воздухе, в большом объединяющем всех шатре, это, конечно же, знакомство тех начинающих предпринимателей, которые еще не знакомы между собой. Это некий нетворкинг, некое такое создание предпринимательского сообщества для того, чтобы они познакомились, сплотились, обменялись своими мнениями, где-то поспорили. Это мероприятие сплотило наших предпринимателей, потому что в течение дня был не только тренинг, а также была игра. Федеральные спикеры достаточно серьезно прокачали управленческие навыки наших предпринимателей, потому что предприниматели были разные, участники были совершенно разные. Это были и физические лица, это были самозанятые, это были начинающие предприниматели, которые зарегистрировались только недавно, а также были предприниматели, которые имеют большой колоссальный опыт в бизнесе, опыт управления. Каждый нашел то, что ему необходимо на данном интенсиве. Каждый узнал то, что ему было сейчас, именно сейчас важно и нужно для работы, для ведения своего бизнеса, для работы, взаимодействия со своими сотрудниками. Федеральные спикеры провели игру, в течение которой предприниматели, которые являются высокими управленцами, приняли на себя роль уборщика, роль доставщика. Потому что в игре наши предприниматели, они изготавливали настоящие бутерброды из настоящих продуктов, которые покупали в магазине за, конечно же, не настоящие, но за деньги. Это было все очень весело, очень задорно. Предприниматели ругались, отстаивали свою точку зрения. Они пытались продать инвестору тот продукт, который они изготовили и считают его самым лучшим. Это было очень весело, это было очень шумно, это было задорно. И так сплотило наших предпринимателей, что, скажу вам, они даже не хотели расходиться по завершению игры. И все это с бутербродом? И все это с бутербродом. Ставились задачи, что они должны сначала изготовить свой товар, затем его прорекламировать, продать инвестору, получить деньги, масштабировать бизнес и отстроить свое производство не одного вида продукции, а нескольких. То есть задачи были как и для технического персонала, линейного персонала, так и для управленцев. Было очень поставлено много задач, и наши предприниматели, конечно, в спорах, но они пришли к той истине и стали командой. Это очень важно, что совершенно незнакомые люди за три часа сплотились в единую команду и, ну, может быть, даже стали некоторые друзьями. По завершению бизнес-интенсива можно ли говорить о определенных успехах, итогах? Будут ли еще проводиться такие интенсивы? Если да, то когда? Поделитесь. Да, конечно, успех, безусловно, был. Успех заключался в том, что предприниматели получили достаточно большой багаж знаний, предприниматели подружились, предприниматели познакомились. И самое важное, что это был не один, не два, не десять предпринимателей. Приняли участие более 150 предпринимателей, которые приехали не только из города Абакана, но и даже с отдаленных муниципальных образований. В прошлом году, помимо бизнес-интенсивов, также с подачи центра были организованы летние ярмарки. Назывались они «Дружный бизнес Хакасия». В чем отличие от таких бизнес-интенсивов? Как вообще они проходили? Цель этих ярмарок была в том, чтобы в постковидное время, в период импортозамещения, познакомить наших предпринимателей. Потому что зачастую предприниматели, даже внутри нашего региона, они не знают друг друга. Они не знают, кто производит и что производит, допустим, в городе Саиногорске, либо в Шара, либо в Баграде, либо в Абазе. И таким образом наши предприниматели нашли друг друга, нашли нужные товары и услуги, которые производятся в нашем регионе, внутри нашего региона, но в разных муниципальных образованиях. Люди приходят специально для того, чтобы приобрести именно у товаропроизводителя ту продукцию, которую они знают, которая действительно пользуется спросом. И очень много было предпринимателей, которые впервые принимали участие. И тем самым познакомили жителей республики Хакасия с товаропроизводителями, которые выходят только на рынок. Екатерина Александровна, большое спасибо вам за эту беседу и успехов во всех ваших начинаниях. Ну и благодарных клиентов. Благодарю вас.